Как потратили бюджетные деньги в прошлом году? Об этом шла речь на 32-й сессии Государственного Совета Чувашии. 49 миллиардов 705,5 миллионов рублей. Таков был республиканский бюджет в прошлом году. Потратил регион на 2 миллиарда меньше. Таков профицит. Доходы выросли на 12%, расходы на 11%. Госдолг сократился, что очень радует, потому что на содержание госдолга мы тратили большие деньги. 31 миллион мы платим проценты всего-навсего. Когда-то платили 300-400 миллионов в год. Представляете, какие суммы. Значительные ассигнования идут на соцполитику. Сегодня каждый третий житель республики является получателем мер социальной поддержки. Система мер социальной поддержки семей с детьми включает 38 видов различных пособий и компенсаций. На социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства направлено более 11 миллиардов рублей. Основные же статьи расходов, как и прежде, медицины и образование. Я непосредственно сейчас курирую и объект Волжского микрорайона, и вижу еще и жизнедеятельность тех денег, которые появляются в социальной сфере. Ну, в частности, при строительстве школ и детских садов. Даже если идет торможение в сроках, оно идет только для того, чтобы эти средства были эффективно использованы. Вопросы, которые касаются бюджета, депутаты никогда не рассматривают быстро. Даже если речь идет об исполнении казны. То есть о деньгах, которые потрачены еще в прошлом году. Утвердили два часа на один этот вопрос. Мы потратили. Вопрос очень важный. Он был обсужден сначала на публичных слушаниях, на профильном комитете. Но, тем не менее, много вопросов у депутатов. Из других вопросов повестки дня утверждена инициатива партии ЛДПР о снятии ограничения в виде обязательного законченного высшего или среднеспециального образования для помощников депутатов. В основном это было в целях привлечения молодежи в политическую жизнь Чувашской республики. Потому что у нас есть множественные молодежные советы, молодежные парламенты. Но такая была неувязка, что, например, помощникам депутата они стать не могли и постажироваться не могли. Ну и вторая группа очень большая. Это активные люди на селе. Не все. Во время 32-й сессии шло по повестке. Так депутаты попросили министра сельского хозяйства довести до них информацию о деятельности инвесторов из Китая на наших сельскохозяйственных землях. Три года назад глава поручил провести инвесторизацию сельхоземель необработанных. Провели. Выявили 147 тысяч гектаров необработанных земель. Из 147 тысяч гектаров необработанных земель посчитали и решили, что 97 тысяч гектаров можно вести все в оборот. На сегодняшний день, на начало года осталось 45 тысяч гектаров необработанных. Чтобы обработать все эти земли, вести все в оборот, нужно около 6,5 миллиардов рублей. Китайские инвесторы готовы вложить свои средства и начать обработку предоставленных участков. Сейчас это 5000 гектаров, соблюдая все нормы российского природоохранного законодательства. При этом все участки они получат только в аренду, отметил министр. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.